Всем привет! Дядя Юрдат Пронос на матч 13 тура АПЛ Лидс Нью-Касла. Встречаются 14 и 12 команды текущего сезона. Очные матчи. В 4 очных матчах команды поровну играли на обе забьют да-нет и 3 раза на тотал меньше. У Нью-Касла 2 победы, одна у Лидса. Статистика команд. Лидс в последних 10 матчах имеет 3 победы, 2 ничьих 5 поражений. Нью-Касла в последних 10 матчах имеет 4 победы, 3 ничьих, 3 поражения. Лидс забивал в 3 последних матчах и не побеждал в последних 5 домашних играх. Нью-Касл все 5 своих выездов отыграл на тотал меньше. Как видим, в последнее время Лидс играет нейтрально в плане результативности. Нью-Касл больше низовых матчей. В предыдущем туре Лидс проиграл дома Вестхэму 1-2. Молотобойцы показали хозяевам мастер-класс игры головой, забив обе мяча после навеса в штрафную соперника. И еще один аналогичный удар приняла на себя стойка ворот. Хозяева забили гол с пенальти в самом дебюте матча, но этого в дальнейшем остроты у ворот Фабиански практически не было. Нью-Касл обыграл с таким же счетом в Вестбром. Игра была примерно равной, но в начале матча хозяева осознали несколько опасных моментов на контратаках и забили уже на первой минуте. В тайме втором гости восстановили равновесие, но в концовке матча Гейл в борьбе с двумя защитниками отправил мяч в перекладину, от которой тот отскочил в ворота гостей. Лидс проиграл два своих последних матча. Нью-Касл выиграл два своих последних матча. У Нью-Касла все выезды в этом сезоне низовые. Лидс играет примерно по очереди домашний матч на тотал больше и тотал меньше. Последний матч прошел на тотал больше. Похоже, надо ждать теперь низовой игры. Буки дают явным фаворитам хозяев. Сложно сказать, насколько Лидс будет фаворитом в предстоящей игре. В последних играх команда Бьелси выглядит не очень. Буки почему-то дали высокий коэффициент на низовой матч. Тут можно брать тотал меньше три. Лидс отыграл два последних матча на тотал больше. Оба их проиграл, пропустив пять мячей. Вряд ли гости забьют здесь больше одного мяча, если вообще забьют. Но и пропустить сороки много не должны бы. По крайней мере, никогда в этом сезоне Нью-Касл в выездных матчах не пропускал более двух мячей в свои ворота. Поэтому планку в три гола команды не должны бы пробить. Тут очень похоже на ничью 0-0 или 1-1. Больше шансов на низовую победу у хозяев. Лидс никогда еще не играл три матча подряд, но обе забьют да. Поэтому можно брать обе забьют нет из-за высокого коэффициента. И достаточно высокой вероятности того, что одна из команд такие не забьет в этой игре. Из связки ставок тотал меньше 3 и обе забьют нет победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 2.17. На победу хозяев 1.79, на тотал меньше 3 и 1.62. Если выбирать один вариант, ставка на тотал меньше 3 смотрится наиболее надежной из всех предложенных. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Ого.